33 считают, что они смогут, 39 считают, что не смогут, и сколько я сейчас называл? 23 воздержалось. Конечно, вы не могли за эти секунды разобраться, трудная задача, это или нетрудная. Это удивительный пример того, что вот, что называется, ваш здравый смысл дал правильный ответ. На самом деле, действительно, нельзя разобраться. То есть, я могу вам дать такую сложную систему тропей, что вы не сможете узнать, этот процесс закончился или не закончился. Давайте эту мысль проясним так. Вот представьте себе, что здесь у вас было не число 72, а такое число. 2 в степени n умножить на 3 в степени k. Скажите, пожалуйста, после работы такой, что у нас получится в конце? У нас каждый раз, смотрите, двойка исчезала, и вместо нее получалась тройка. Что у нас будет? 3 в степени n пуска. Абсолютно верно. 3 в степени n пуска. То есть, здесь понятно, что делает вот эта вот штука. Давайте набор тропей называть программой. Потом поймете, почему. Вот эта вот программа, которая на вход получает число n, и вот так вот работает. Давайте ее называть программа копея. Цель сегодняшнего занятия доказать довольно неожиданную теорему. Оказывается, если написаны вот эти вот тропи, то может оказаться, что вы не способны узнать, закончится работа или нет. На первый взгляд это выглядит довольно странно. Потому что, слушайте, ну, в конце концов, какие-то дроби, там, простые числа, никаких новых простых чисел, кроме тех, что были в начале, и тех, что есть в дробях, не возникнет. Казалось бы, можно разобраться. А вот, оказывается, нельзя. И, чтобы доказать эту теорему, я сейчас сначала должен вам объяснить совсем другую программу, в которой ввести некоторый язык программирования. Он будет крайне простой. Но, тем не менее, я введу некоторый язык программирования. Мы научимся на этом языке программировать и докажем две, даже три вещи. Первое. Мы докажем, что любую программу, которую можно написать на языке C++, на, не знаю, Алголе, на чем угодно, на Питоне, какие языки, вот не слышали, любой программистский язык берете, оказывается, любую, что называется, взрослую программу, любую программу, которую, в принципе, можно взять на компьютере, оказывается, на том языке, который я сейчас скажу, написать можно. Второе. Я докажу, что с этого языка программирования можно эту программу переписать на вот это, на программу с дробями. и в результате окажется, что любую программистскую задачу, любую программу можно на самом деле реализовать, как работу с этими дробями. Ну и в самом конце я докажу, что вообще-то, если речь идет о любой программе, то невозможно научиться определять, остановится она или не остановится. Вот этот последний факт называется неразрешимость проблемы остановки. Он чрезвычайно важен для программирования, и так вот здесь в философстве обсуждать это, он означает, что когда у вас написан достаточно сложный текст программы, то на самом деле невозможно понять, что она делает. Ну то есть, конечно, про многие программы понятно, что там эта программа складывает числа, это умножает, эта программа, мы не знаю, ищет, доходит, по-моему, простое число, и так далее, и так далее, и так далее. Это все замечательно. А вот оказывается, что если программа достаточно сложная, то невозможно понять, она как вообще-нибудь найдет что-нибудь, или так и будет бесконечно работать. Вот. Программа у нас на сегодня довольно-то тяжелая, но вас должно вдохновлять то, что никаких знаний, то есть специфических не нужно, то есть на самом деле первоклассников это можно рассказывать с таким же успехом, как вам. Никаких специфических знаний не потребуется, потребуется только внимание. И так начинается наша длинная история. какой язык программирования. Ребята, в этом системе программирования не будет никаких цифров, никаких массивов, никаких сложных типов данных. Ребята, программировать можно на чем угодно. Вот представьте себе, кто-нибудь видел локти для бумаги? когда закладываешь бумагу, принтер загоняешь и потом принтер печатаешь. Представим себе, что передо мной лежат такие места для бумаги. Вот представьте себе, вот здесь я могу класть листы бумаги. Так, листов бумаги меньше нуля не бывает. Здесь тоже, здесь тоже. Разумеется, эти места имеют какие-то имена. Давайте их называть переменными. Вот есть одна буква, другая буква, третья буква. Разумеется, их конечное число. В начале у нас есть некая начальная ситуация, жуточная ситуация. Это значит, что в нескольких из этих стопок есть листы бумаги. Может быть везде нулей, может быть там здесь я не знаю 50 листов, здесь 24 листа, там здесь 0 листов, здесь и язык программирования устроен следующим образом. Очередная строка программы приказывает вам подойти к такому-то лотку с бумагой. Дальше два варианта. Либо положить туда листик, ну то есть подойти к лотку и из какой-то большой-большой бесконечной кучей бумаги взять один из точек и еще положить. Называется прибавление единицы. Или дальше хитрее. Наоборот, подойти к какому-то лотку и один листочек убрать. В общем, если было так, то дальше было бы что-то неинтересно, потому что вы подошли, один листочек положили и дальше непонятно куда идти. Здесь обязательно должна идти инструкция после того, как это сделаешь, идти к такому-то лотку. И здесь то же самое. Когда вы подошли к лотку, взяли листочек убрали, то должна дальше идти инструкция идти к такому-то лотку. Единственная неприятность, а что делать, если вы подошли, а там бумаги вообще нет. Тогда вот что. Тогда надо идти к какому-то другому. Теперь давайте я запишу это все по-английски. Вы же знаете, что как только написал по-английски значит латинские буквы это так здорово. Интиматики всегда латинские буквы любят. Давайте договоримся. Каждая строчка программы это некоторая метка. Ну давайте для простоты считаем что-то сантиметрировано. 1, 2, 3, 4. Не обязательно подряд. Просто какие-то натуральные числа. Какие-то метки. Метка. Это какое-то число, после которой написано или имя переменной а к которой надо прибавить единицу. В некоторых языках программирования есть такое обозначение плюс-плюс. Имеется в виду, что надо добавить число один к имеющемуся числу. А плюс-плюс это прибавление единицы. И после того, как единицу прибавили, в голову какая-то другая метка. скажем, это какая-то первая метка, это какая-то вторая, это какая-то другая, не обязательно такая, да? На какую-то метку. Это тоже какое-то число, номер какой-то строки программы. Это один вид строчек программы. Другой вид. Представьте себе, что у вас имеется какая-то метка, не обязательно, и написано вот так. Минус, минус. Это значит, что надо вычесть единицу. Go to метка 3. А вот дальше очень важно. Else, это иначе. Go to метка 4. иначе здесь 4, здесь 5. Идея такая. Если переменная а была больше нуля, то надо вычесть единицу и идти вот на эту строчку. А если переменная а была нулем, то в таком случае надо идти вот на эту метку. и разумеется еще у нас будет такая штука, какая-то метка и там будет просто написано стоп. Когда мы до этой строчки доходим, то просто мы прекращаем работу и вот собственно считается, что наша программа полностью подключена. Заметьте пожалуйста, в этом языке программирования всего три типа операторов. Если кто-нибудь из вас учил настоящие языки программирования, то вы признаете, что там все-таки строчки бывают разные, правда? В разных языках по-разному, но все-таки не бывает так, что у вас только два варианта, две строчки и все. Ну, конечно, стоп это программа будет где-то в одном месте, да, бессмысленно писательных операторов много, потому что если их несколько есть, то можно все эти метки объединить в одну и написать. Вот, так что фактически у вас есть одна какая-то строчка стоп и еще строчки, часть из которых имеют совсем простой вид, это прибавление единиц и переход, безусловный переход, да, а часть имеют вид вычитание единицы, если можно, и переход, а если нельзя, то, соответственно, переход на другое место. Это, что называется, условно. Казалось бы, это намного хуже, чем какой-нибудь таскаль, не знаю, алгол и так далее. Оказывается, ничего подобного, оказывается, на этом языке прекрасно можно программировать. Я понимаю, что для того, чтобы это понять, нужно сначала просто немножко поиграть, немножко программировать. Давайте сделаем так. Во-первых, договоримся, каким образом мы будем писать начальные данные, потому что, понимаете, вот, если у вас, скажем, есть такая штука, вам дали много чисел через запятую. Интересно, как мы программами эти самые числа дадим? Идея простая. Воспользуемся тем, что есть размножение любого числа на простые мнения. помните, там у нас было число 2 в какой-то степени умножить на 3 в какой-то степени. Было? Вот так же. Если вам дали несколько внутренних чисел, то давайте тогда в самую крайнюю стопшу напишем 2 в степени одно число умножить на 3 в степени другое число и, согласитесь, тогда будет все понятно. или если вам дали вы знаете сколько чисел, то можно договориться так. Скажем, первое число это будет просто стопка, второе число стопка сколько или стоечка, третье и так далее. Так тоже в принципе можно для этой программы задавать начальные данные. Так, разумеется, никаких дробей не будет, потому что любую дробь можно задать числитель-знаменатель, да, 2 числа. Никаких отрицательных чисел тоже у меня не будет, потому что любое отрицательное число можно задать как объяснение, что оно отрицательное после этого, да, вот. Сейчас первая задача, первая сегодняшняя задача. напишите программу, которая, получив на вход натуральное число Н и натуральное число К работает с ними, работает, 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 и в конце, когда будет стопка, в некоторой переменной С, оказывается сумма этих чисел Н и К, и при этом числа Н и К к этому моменту оказываются такими, какими были в начале. То есть, смотрите, это программа сложения двух чисел. Разумеется, вам разрешено вводить какие-то другие переменные, их использовать, но при этом переменным должно быть конечное число. И программа не должна быть, разумеется, слишком длинной. Как вы считаете, мы это сможем? Как тут вообще написать цикл? Вот вот, как тут написать цикл, да. Задание. Научиться складывать. Научиться на этом языке программирования складывать число. Ну, Давайте я не решу. Я боюсь, что вы просто, чтобы это еще с перепода, не понимаете вообще, что это здесь есть. Я не утверждаю, что у меня сейчас будет самое лучшее из возможных программ. Но, сходу, я могу сделать так. Смотрите, первая строчка. Я буду из числа н вычитать единицу. По-моему, совершенно понятная операция. И, если, что-то сказать, все хорошо вычлось, то я в таком случае не буду второй. Если же не вычлось, то я иду куда? На третий, конечно. Но я иду на третий точку. Пока все понятно. Я хочу единичку вычесть. Теперь неприятный вопрос. Если я буду из числа н вычитать по единицам, то вычитаю, то вычитаю, то вычитаю. И все эти числа я перепишу, все эти книги я запишу в число с, а потом я то же самое сделаю с числом к, единички из него по вычитаю, по вычитаю, по вычитаю. То в таком случае потом я не смогу разобраться. Какие единички у меня приближали от числа н, а какие единички приближали от числа к. Поэтому давайте я сделаю так. Я кроме того, что с считается, что в начале у меня лежит некоторое количество листов в переменной н нуля какое-то неотрицательное целое число. Там, где к лежит какое-то неотрицательное целое число. А все другие переменные, которые у меня будут, пусть считаются в начале нулями. В принципе, я без проблем мог бы написать программу, которая любое число превращает из неотрицательного целого числа. Для этого достаточно книжку вычитать, вычитать, вычитать. Но не буду так, буду считать, что все остальные кроме ен и ек вначале просто нули. Итак, я прибавляю единицу к с, и при этом, ребят, я не забываю, слушай, давайте я здесь беру 3, я напишу 4, а в качестве 3, я напишу некоторую новую переменную, и там напишу тоже 2 плюсика. Я в какой-то месте а запоминаю, что только что единичку вышел без буквы н. Замечательно. Теперь куда идти? Ну, понятно, что здесь надо идти на третье, ломку 3, а от третьего надо идти, между прочим, на 1. Господа, это первые три строчки, пожалуйста, проанализируйте их, поймите, что я на самом деле сейчас сделал цикл. Первые три строки я написал, и что это на самом деле такое? Я из числа н почитаю по единичке и при этом прибавляю эти единички к букве с и букве а. В результате, когда этот цикл отработает и когда мы наконец пойдем на четвертую строку, то у нас н будет к этому моменту равно нулю. Это понятно? n будет равно нулю. К этому моменту у нас с будет равно прежней величине н. То есть я просто все единицы перегнал, причем перегнал в два места. Я их перегнал в величину s и я их перегнал куда? В величину а. Отлично. А теперь смотрите, что я сделал. Я сделаю k минус минус go to go to 5 else go to 7. К тому же образцу. Что такое 5? Это прибавление единички к s и go to 6. А что такое 6? Это к букве b прибавление единицы и go to 4. Смотрите, что произойдет в тот момент, когда мы дойдем до 7. А в чем раз дожду? В этот момент у нас буква k будет равна 0. Буква b будет равна той величине, которая была равна раньше была равна k. И к s мы уже прибавим k тоже. То есть в этот момент мы уже посчитали сумму. s это сумма двух исходных чисел n и k. Мы уже сумму посчитали. У нас n и k в этот момент равны 0. А надо быть, чтобы они равнялись своим исходным значением. легко. Мы сейчас перекачаем из a и соответственно как это делать? Очень просто. минус 8 else go to 9 Смотрите, что здесь написано. Вычитаю из a единички. Теперь что такое 8 строка? Очень просто. надо единичку вернуть числу n и естественно идти куда? Идти на 7. Вот. Теперь что такое 9? Когда мы сами читаем единицу прибавляем на 5 и прибавляем к так далее, в какой-то момент число окончится. Оно станет равну нулю и при этом n восстановит свое первоначальное значение. Ура! n восстановили. Теперь надо сделать такой же фокус с числом b. b минус минус go to 10 else go to 11 else go to 11 так что такое 10 строка по моему понятно 10 строка это надо к прибавить единицу и go to 9 и наконец 11 строка что такое 11 строка в этот момент b уже равно нулю число к уже восстановило свое первоначальное значение с у нас уже равно первоначальность н к в сумме первоначального значения и значит в 11 месте я просто-напросто пишу 100 ребята я не утверждаю что это самый быстрый способ программирования однако заметьте что это программирование всего лишь два оператора прибавление единицы почитание единицы ну и единственная строчка 100 и все работает и таким образом я научился вот на этом очень простом языке программирования научился на этом очень простом языке программирования складывать числа теперь давайте я не буду дальше упражняться мы потом обязательно напишем этот программ но сейчас сделаем так переведем эту программу на язык дробей это между прочим будет очень важная штука потому что вы сейчас увидите что перевод очень просто выглядит и на самом деле именно так выглядит перевод с любой вот такой вот программой с плюсиками и минусиками на язык дробей и соответственно мы поймем что собственно говоря это совсем не страшно